Приветствую вас! Ну, совершенно очевидно, что вы оказались в области определенных психических процессов, которые сигнализируют вам о чем-то, о чем я сейчас поясню, последовательно поясню о чем сигнализирует ваше проявление, по насчет, ну, истерики, да, и так далее. Вот. Но по каждому хочу сказать, что вы не задали свой вопрос. То есть, как бы, вопроса вы не задаете никакого, да? То есть, что делать с этой ситуацией, да? Я не знаю, как ее, хотите ли вы ее исправлять, да, если хотите, то как? Не понятно, в чем вы видите для себя проблему. Вот. Опять же, я понимаю, в чем проблема, но не хочу определять проблему за вас. Это небо, конечно. А то, чтобы, ну, в идеале, чтобы вы сами, вот, чтобы вы сами сформировали ее, свою проблему. Вот. Значит, смотрите. Смотрите. Истерика. Истерика. Сама по себе. Сама по себе истерика. Это потребность во внимании. То есть, вот, ну, само по себе проявление истерики, да, это, это потребность во внимании. Ваши потребности во внимании. То есть, эээ, так вы пытаетесь, так вы пытаетесь, эээ, сама себе показать, что вам необходимо внимания. Вот. То есть, ну, вот, что вы нуждаетесь, во внимании, что вы нуждаетесь, чтобы, скажем так, ну, в более, так, такой, в более живой обратной связи, если можно так выразиться. Вот. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь и что я хочу сказать. Вот. Значит, тут, тут важно понять, да, вот, как вы выстраиваете отношения с людьми вообще, в целом. Как, как вы, ну, взаимодействуете с людьми. С людьми. Вот. Это значит, первое. Второе, что вы хотите, хотите. То есть, что вам, ну, все вынуждает. Еще раз. Истерики, это проявление невыраженных, эээ, чувств. Ладно. Это чувствительство, которое вы не можете выразить. Сами. Ну, в смысле, в смысле, в смысле, в смысле. Истерия, истерия, это вот, потребность своего внимания. Полезная потребность своего внимания. Попытка привлечь их к себе внимание. И, соответственно, получить, что, в чем вы нуждаетесь. Ну, возможно. Возможно нуждает. Не обязательно, что. Именно, именно, именно в этом. Дальше. Так. Иногда у меня происходит какая-то истерика. Например, постреливать парнем сразу слезы. Ну, соответственно, здесь, мне кажется, сложного нет ничего. Вы, в общем-то, сами можете ответить себе на этот вопрос, да. Что иногда ссора значит для вас что-то очень-очень серьезное и важное, да. Иногда ссора значит для вас что-то прямо очень, ну, плохое, да. Может быть. Так вот можно сказать. А иногда ссора для вас, значит, означает, ну, что-то такое. То есть, как бы, есть, возможно, есть у вас какие-то, вот, перемены. То есть, есть у вас переменчивое настроение, меняется настроение достаточно. Ну, может быть, достаточно часто оно меняется. Вот. То есть, тут нужно, опять же, смотреть, да, и исследовать. Вот. Но, однозначно, вначале нужно ответить себе на вопрос, что для вас значит ссора. Вот. Просто, что для вас, что для меня значит ссора? Что они для меня значат? Что я чувствую когда ссоришь? Вот. А зачем я ссоришь? Ведь, вы же понимаете, да, что ссорах ссорах несете ответственность. Вы, ну, вот, ну, в том числе, да, то есть, вы ответственны, вы ответственны за ссоры. Вот. Вот. Которые, ну, между вами, ну, происходят. Вот. Так, и, вопрос подняка, тогда, а может быть, вам, собственно, ссоры для чего-то нужны? Ну, так, а вот, давайте, как раз таки, и, подумаем на эту тему. Да? Так. Для чего мне ссора? Зачем я ссоришь? Что я хочу получить? Какое мое желание не удовлетворяется? Что побуждает меня ссориться? Понятно? Вот, 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 вот это нужно исследовать. Это нужно исследовать. Может быть, вы чего-то боитесь, может быть, эшшшш, что-то полезен и реагируетт. Это нужно выделять! Это нужно выделять, пока вы не выделяете Потом это просто вот у вас происходит ипусс no. Вы не контролируете и не берёте ответственность. Абсолютно не понимаете, почему, почему у меня истинка, вот, то есть, по-другому, да, по-другому, вы свои чувства выразить, выразить, вероятно, не в силах, просто, но нет вот такой возможности, вот, ну так, опять же, опять же, возможности нет, пока, ладно, ну ладно, научить вас, мы, в принципе, можем, если у вас есть желание учиться, так что, все зависит исключительно, целиком и полностью от вас, здесь, по крайней мере, в этой истории, в этой истории, дальше, наверное, почитает метод, что лучше умереть, меня никто не любит, так, но, а, умереть, да, вот, это, это, соответственно, избегание, избегание, вы избегаете, да, вы, вот, делаете, так скажем, попытки убежать, хотите убежать, хотите убежать от этой ситуации, вот, давайте подумаем, подумаем, опять же, а как, именно как, вы решаете, проблемы, которые возникают, у вас, то есть вы, что, делаете, с ними, ну, с проблемами, с проблемами, что вы делаете, вы их решаете, вы за них страдаете, вы, там, переживаете, вот, или может быть, что-то еще, то есть вот, нет ли, ничего схожего, с вашим желанием умереть, да, между вашим желанием умереть, и тем, что, тем, как вы реагируете эмоционально на проблемы, опять же, почему вы хотите умереть, я уверен, что вы хотите умереть, просто потому, чтобы, ну, чтобы умереть, вам интересно, что, да, вот, ну, я уверен, что это не так, вот, скорее всего, вы умереть, вы хотите, чтобы что-то, вот, смерть, смерть, она вам, в данном случае, должна что-то дать, вот, что она должна вам дать, чего вы хотите, понимаете ли вы, что вы избегаете проблем, потому, что, ну, у вас нет возможности с ними справиться, а почему нет возможности, это вопрос отдельный, то есть, ну, это вопрос, который требует отдельного взгляда на ситуацию, вот, то есть, давайте, давайте поисклерим, давайте посмотрим, давайте подумаем, почему, почему так, у вас, вот, ну, почему такая история у вас происходит, снова и снова, да, вот, хорошо, 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 дальше, 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 значит, следующий момент, который мы с вами затронем, это, что вас никто не любит, согласитесь, довольно такое, ну, детское, детское довольно представление, что вас никто не любит, это вы как будто требуете от людей любви к себе, не задавая при этом, не задаваясь при этом вопросам, а могут ли они вам эту любовь дать, а может быть, они вам ее дают, но вы хотите, там, например, другой любви, какой-то, какой-то, та любовь, что вам дают, она, она, ну, она, она вас не устраивает, вот, вообще никак не устраивает, это любовь, это любовь, которую вам дают, другие люди, то есть, тут вот, тоже нужно подумать, а как, как вы к себе относитесь, а насколько вы к себе хорошо относитесь, а не боитесь ли вы одиночества и так далее, вот, значит, вы пишите, что вам хочется сделать себе больно, ну, это агрессия, это желание себя наказать, точнее, даже не так, желание отреагировать в свои чувства, но, поскольку вы не можете этого затверя, вы отреагируете их на себе, откуда это пошло, ну, опять же, из детства, скорее всего, там, 26-26 мало лет, я ненавижу эту жизнь и т.д. Ну, опять же, ненависть к жизни, да, это её обесценивание, т.е. вы обесцениваете жизнь, в данном случае, обесцениваете, но жизнь обесценить вы не можете, значит, вы обесцениваете себя в жизни, и считаете, что, вот, вы ненавидите не жизнь, да, а себя в ней, себя в ней. А себя в ней ненавидите, да, вот, и не принимаете себя такой, какая вы есть, и из-за этого вы можете принять, вероятно, и других людей, такими, какие они есть отсюда и ссоры. Вот, так что, если это так, то, вот, одно из направлений работы, это принятие себя полностью такой, какая вы есть. Вот. Но это уже нужно более детально смотреть, что у вас, как, как и почему происходит. Вот. Понятно, да? Ну и сформулируйте вопрос, сформулируйте вопрос, чего вы хотите, что вам нужно. В чем вы нуждаетесь. Вот. Чего бы хотели от психолога получить. Какую помощь хотели бы получить от психолога, вот это тоже сформулируйте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.